Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир всем. Меня зовут Николай Астахов. Я православный христианин, прихожанин храмов Сретенского мужского монастыря в Москве. Объявляется сборное издание Нового Завета с толкованием в трех томах. Это самое полное толкование всех книг Нового Завета, включая книгу Откровения Иоанна Богослова. Апокалипсис. С цветными гравюрами Гюстава Даре. Составитель комментариев Игнатий Лапкин. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского. Это дело Божие, в котором каждый может принять посильное участие. Господь говорит так. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Два предыдущих тиража закончились. Мы решили переиздать трехтомник, не имеющий аналогов в мире. Планируется издать 5000 экземпляров трехтомника. Это 15 тысяч книг по 752 страницы в каждом томе. В чем заключается уникальность данного издания? Общепризнанное православное толкование на четверо Евангелия. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Послание апостолов. Их толкует блаженный Феофилакт. Который, в свою очередь, брал многое очень из Иоанна Златоуста и других отцов церкви, бывших прежде него. Также выделены особенно важные места, особенно актуальные для нас. Также в издании есть комментарии на апокалипсис с опровержением современных сектантских заблуждений. Они подготовлены магистром богословия Протеереем Геннадием Фастом на основе святых отцов церкви. Протеерей Геннадий Фаст очень известен среди священников. Это один из выдающихся богословов нашего времени. Отец Геннадий Фаст действительно, как мне кажется, исполнил завет преподобного Серафима Саровского. Православный христианин должен постоянно читать священное писание. И ум христианина должен как бы плавать в священном писании. Секретарь епархии, отец Андрей Вахрушев, пожалуйста, батюшка. Позвольте, прежде всего, поблагодарить тоже отец Геннадий вас за ваше слово. Более десяти лет у нас на приходе существует воскресная школа для взрослых. И более десяти лет я использую ваши материалы, которые раньше привозил на диски строить Сергеевой Лавры. А теперь, пользуясь интернетом, это касается объяснения литургии, объяснения толкования священного писания и, в частности, беседы на Рождество Христово. Сегодня, пользуясь возможностью, делаю вам поклон и благодарю за эти материалы. В издании содержится 319 комментариев о том, как православным христианам познать Господа, послужить Ему, возлюбить ближнего и выйти на благовестие. Дана оценка нынешнего положения и показано, как его исправить. Эти комментарии особенно важны для священства и учителей церкви. Подготовлено православным проповедником и исповедником веры Игнатием Тихоновичем Лапкиным. А на пятом курсе еще студенческой жизни я встретил сначала удивительного человека, проповедника сибирского, точнее, алтайского, Игнатия Лапкина. Мы как-то встречались и не думали, а? Мы как-то, стыдный отец. Монеты он открыл именно православие. Александр Кузьмич написал в канцелярию Патриарха Московской в Сеаруси Кирилла и получил ответ от 2 июня 2021 года. В адрес Патриарха Московской в Сеаруси Кирилла поступило ваше письмо, в котором вы просите его святейшества об аудиенции с Лапкиным Игнатием Тихоновичем. По благословению святейшего патриарха Кирилла выражаю Лапкину Игнатию Тихоновичу благодарность за его труды во славу Божию и на благо Святой Церкви. Далее читаем. С уважением, референт отдела по работе с письмами Московской Патриархии Ирей Павел Соломатин. Да, Господь дал вам золотые уста благовестника. Дай Бог, чтобы они не затворялись долго. На самом деле, которое Он определил нам всем выйти из этого мира. Так что я вам благодарен и преподаю вам Божие благословения. Спаси Христос, мы сейчас стоя встанем, попросим брата сфотографировать. Слава Иисусу Христосу! Налейте славу Богу! Спаси Христосу! Просите за визит. Слава Богу, что вы к нам пришли. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность. Проповеди Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви. Архиепископ Нью-Йоркский, Восточно-Американский, Канадский. Мы много лет общаемся и наставляют мне веры благочестия. Это Игнатий Тихонович Лапкин. Протеерей Олег Стеняев. 12 февраля 2015 года. Игнатия Лапкина помню как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Но давно, с советских времен, его не видел. Мир ему и благословение Божие. Содержится иллюстрация событий. 230 гравюр библейского содержания Гюставо Доре. Они разукрашены верующими. И также есть 10 рисунков из классической живописи. Книги имеют французский переплет. Это самое долговечное, что придумали за все время книгопечатания. Можно с полной уверенностью заявить, что всякий, кто внимательно и с благоговением прочтет данный трехтомник с толкованием Нового Завета, уже не будет тем, каким был до этого. Ваше финансовое участие и детали печати тиража следующие. Мы планируем издать 5000 экземпляров, 3 тома по 752 страницы. Формат блока 200 на 140 мм. Бумага оффсетная и 240 рисунков на мелованной бумаге. Сшивка французский переплет, вшитые закладки лисе. Стоимость тиража сейчас определяется. Мы ведем переговоры с типографиями и точная стоимость будет известна немного позже. Условия участия в издании книг следующие. Кто какую сумму перечислит, получит соответствующее количество книг, когда они будут изданы. Доставка книг оплачивается отдельно. Курьер, упаковка, оплата пересылки. 10% книг пойдет автору-составителю, Игнатию Тихоновичу Лапкину, на подарки для других. Справочно из прошлых изданий, более 70% были подарены нами в 650 библиотек мира, а также в священству, детям на дни рождения, супружеским парам на бракосочетание и правителям мира. Для перечисления суммы связывайтесь с Еленой Александровной Гладущук. Телефон плюс семь девять шесть один два четыре ноль ноль шесть три пять. Подключен к этому телефону ватсап, телеграм. Также есть электронная почта. По-русски, если читать, получается Елена подробно расскажет о способе перечисления средств и внесет вас в базу участников дела Божьего. Библия говорит так Вникая в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. В первую очередь мы просим вашей молитвенной поддержки. Сумма большая, и поэтому мы надеемся только на силу Божию. Важно, если по каким-то причинам издать книги не удастся, то все средства будут направлены по вашему указанию. Никто из организаторов не берет в себе ни копейки, да и сохранит от этого Господь, чтобы посягать на Пожье. На издание Нового Завета с толкованием допустимо жертвовать и десятину, но при одном условии, что все изданные на десятину книги жертвователь не продаст, но только подарит. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-20 стихи. Благодарю всех за внимание. Желаю всем прочесть священное писание с толкованием блаженного Феофилакта, комментариями Игнатия Тихоновича Лапкина и теми отцами, которых собрал богослов протеерей Геннадий Фаст, наследовать жизнь вечную и приводить людей ко Христу уже в этой жизни. Это издание способствует рождению свыше. Это издание, не имеющее аналогов в мире. Да благословит вас Господь и наш Иисус Христос. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы беседовали по Библии, а уж я-то знал, что Библию православные не читают, не знают и уж всяко-разно во всем нарушают. А во время этой встречи на все вопросы он давал не просто ответы, а он показывал, что протестантизм не по Библии. Для вас это было откровением тогда, что кто-то может вообще это доказать. Это был шок, не просто откровение. Потому что даже и сегодня свою веру православные меньше всего аргументируют Библией. Но это правда. Это редко кто может основу своей веры обосновать Библию, тем более в беседе с человеком, который ее весьма прилично знает и реально по ней стремится жить. А таковыми мы были. И когда на все вопросы он не только отвечал, а еще показывал, что мы не по Библии, монеты он открыл именно православие. Выдержка из журнала Барнаульской духовной академии «Покров», номер 9, июнь 2016 года. Крестовоздвиженский приход города Барнаула и общины села Потеряевки являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Старостой этих общин является родной брат протеерея Якима Лапкина, Игнатий Тихонович Лапкин. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей, а общины братьев Лапкиных, пройдя непростой путь канонической изоляции, смогли прийти к евхаристическому единству с Русской Православной Церковью и не уклониться в еще большие и пагубные разделения. Доктор Богословия Протерей Павел Бочков